Сезон цветения амброзии еще не начался, но в Анапском районе принимаются превентивные меры, чтобы не допустить распространения опасного сорняка, пыльцу которого медики считают одним из самых агрессивных аллергенов. В рамках борьбы с амброзией на курорте создана межведомственная комиссия, которая проводит мониторинг земель. На муниципальной территории в черте города сорняки ликвидируют специалисты зеленстроя, но собственники земельных участков должны сами искоренять вредоносное растение. Об этом подробнее рассказала старший инспектор по карантину растений Ростельхознадзора Валентина Алаева. Принят Государственной Думой и достаточно давно, в 2000 году, 99-й закон о карантине растений, в котором прописано, что борьба с карантинными объектами производится за счет средств и сил земли собственников и земли пользователей. Протоколы, штраф, административные меры, применяемые к владельцам участков, на которых с амброзией не борются. Однако это не отменяет предписаний и в любом случае сорняк придется искоренить. Как и любое растение, амброзия тоже хочет жить. И не просто жить, но еще и размножаться. Поэтому, когда мы ее скашиваем, вместо одного стебля, на котором был бы один цветок, будет 5-6 до 8 побегов, на которых тоже на каждом будет соцветие. И представляете, какое количество пыльцы и какое количество в конечном итоге семян даст это растение. Самый правильный способ борьбы с амброзией – это ее физическое уничтожение, то есть либо прополка, либо вырывание, либо обработка гербицидами сплошного действия.